Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения, как всегда, по пятницам, 19.30, программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. На прошлой неделе, в период дождей, когда пошли осадки, скажем так, наступила критическая точка в отношении населения города к проходящему ремонту дорог. Очень много было публикаций, много было выступлений со стороны как представителей заказчика проводимых работ, так и со стороны населения. И вот мы бы хотели такую квинтэссенцию тех материалов, которые были опубликованы уже в различных изданиях, провести сегодня в формате телевизионного спора, телевизионной дискуссии, в котором, а, заметьте, есть вполне такие осязаемые эмоции. Давайте, мы начинаем. И я очень рад приветствовать, еще раз говорю, компетентную, адекватную, надеюсь, поскольку сегодня утром в сквере у нас встреча была с таким представителем как раз населения, который не совсем по дорогам говорил, но все-таки высказывал. Я так думаю, что прежде всего он узнал товарища Жандорова Антона Анатольевича, который является у нас одним из, скажем так, лидеров вот того движения, которое предусматривает общественный контроль за строительством, ходом реконструкции дорог. Ну, с Антоном, давай, Антон, мы вспомним лет 6 назад, когда мы тоже выводили людей, принимали какие-то радикальные меры, да, это была совместная акция, привлекали бизнес, и тогда замечательная фраза прозвучала, Евгений Николаевич. Евгений Николаевич, один из подрядчиков проходящего дорожного ремонта, тогда он помогал, Сахат Растрой, предприятие, да, он произнес замечательную фразу. Вот пришел Дорис, да, но дайте Дорисам столько денег, сколько вы даете нам, и мы посмотрим их качество. И дайте нам столько денег, сколько вы даете Дорисам, и посмотрите на наши качества. В принципе, я согласен в этом, потому что сейчас вот тот стандарт дорожного ремонта Дориса, который он проявлял первые годы, да, когда пришел в регион, напомню, что Дорис это все-таки не якутская компания. Хотя у нас в Якутии есть полно компаний, которые могли бы абсолютно нормально заниматься этим вещами. Согласны с этим? Мы видим, что Дорис, ну, фактически снизил планку до невозможного минимума. Не согласен. Не согласен. Давайте попробуем, опроверим тебя. Ну, я опровергать не хочу, я хочу просто сослаться на то, как оно есть. У каждого своя точка зрения, у нас она очень простая. Формирование стоимости тех или иных работ подрядно формируется на основании проектно-сметной документации, которая проходит техническую экспертизу, а после экспертизу сметной стоимости. То есть стоимости тех или иных работ, они подтверждаются государственными органами, которые уполномочены это проводить. На основании этой стоимости проводятся аукционы, где определяется тот или иной подрядчик, который способен и готов за те или иные деньги провести те или иные работы. Вот и все. Что касается, значит, наличия Дориса, ну, Дорис крупная компания, работающая на федеральном уровне. И говорить о том, что плохо, что приходят такие большие игроки, это преждевременный вывод, потому что, как минимум, происходит трансфер технологий, трансфер знаний, уровень подготовки мастеров Дориса, уровень подготовки основного ИТРа, который вовлечен в процесс работы, оборудование, которое они используют. Он, конечно, задает ту планку, которая необходима. И если бы не Дорис пришел в то время и работал сейчас, то наши компании не подтянулись бы до того уровня, который сегодня есть у наших компаний. Да, сегодня я рад тому, что существующие наши подрядчики подтянулись. И той колоссальной разницы, о которой вы говорили, то, что там есть между Дорисом, может быть, или местными, ее нет. Практически все сегодня работают. Технология одна и та же. Технология, по большому счету, одна и та же. Плюс сегодня в рамках работ по национальному проекту безопасной и качественной милиндороги нами, городом, проводится лабораторный строительный контроль, которого впредь не проводилось. То есть сейчас методически и системно проводится работа по изъятию керна, которым изучается состав асфальтной бетонной смеси, подстилающего слоя. То есть все дорожное полотно изучается согласно стандартам в лабораторных условиях. Одна деталька, да? А вот кернение вот это производится, когда, ну, скажем так, шурчик делают, потом вот эта дырка должна... Что сделать? Валерий Афанасьевич, заделывать? Конечно, заделывать. Ну, то есть проводится отбор керна на тех участках, где укажет либо лаборатория, либо заказчик, либо та организация, которая выступает инициатором проведения данных работ. Ну, и, соответственно, после проведения данных работ, те места, где проводился отбор, заделываются. Дмитрий, я бы хотел для телезрителей немножко пояснить, да, ты сообщил о том, что мы шесть лет проводили и привлекали бизнес, но не прояснил. Нет, шесть лет назад. В чем суть, да? Да. Многие не поймут, мы делали же ямочный ремонт дорог на дороге на Покровском тракте, то есть сами дачники, сами жители, гражданские активисты. Мы смогли уговорить там вот этот же Сахат Расстрой, там ЕТЭК и так далее. И за счет их средств сделали там ямочный ремонт, после чего эта дорога была внесена в план и в последующем году была реконструирована, да. Что касается ремонта дорог в этом году, безусловно, очень много поступает обращений от жителей в общественную палату, в ОНОЭФ, ко мне лично и так далее. Люди не понимают тех темпов работ, которые у нас сегодня есть, да. То есть они и живут на улице, допустим, Жорницкого, и они не видят там интенсивной работы, да. И из-за этих жалоб мы решили проверить, так ли это на самом деле, и просто прокатились по Красильниково, Петро Алексеево, Хатанырях, Жорницкого, 202-й, 23-й микрорайон. И, допустим, мы ехали в 5 часов дня и видели, что, допустим, Дорис взял 3 объекта, да, Хатанырях, Жорницкого, Петро Алексеево. У них основные работы велись на Хатаныряхе со стороны улицы Красильникова. Там действительно был автобус, был прораб, там все работали, укладывали асфальт. При этом, конечно, они находились, ну, скажем так, недалеко от улицы Корнатовского, а на всей площади была укладка, получается, водоотводного лотка. И ближе ко второй дамбе там клали бордюр, ну, плитку, да, бордюрный камень. Мы у них спросили, вы успеете? Прораб сказал, успеем. При этом, конечно, ну, как бы, время еще есть, посмотрим, да, но на Жорницкого вообще ни одного человека не было работающего. Вообще ни одного. На Петра Алексеева там один человек, по-моему, был. Ну, на суп-подряде тоже камень укладывают. При этом хочу отметить, что на Петра Алексеева бордюрный камень укладывается, согласно технологии. То есть подсыпается гравий там туда-сюда, он кладется, да. На Хатуныряхе и на 203 микрорайоне, на Красильниково, там вообще просто как бы идут имитации. То есть они кладут камень тупо на песок и сверху бетоном там заливают. Это что значит? Это значит, что он просто сядет. А что это за работа? Это работа, как бы, скажем так, ну, такого определенного качества, да. Вот. То же самое касается вообще темпов работ, да. Если мы возьмем улицу Жорницкого, то за две недели привезти, один песок насыпать, конечно, можно сказать, что это работа. Можно сказать, но успеем или нет. У нас было совещание с подрядчиками. Подрядчик Клятвина заверил, что успеет. Время есть, дождем. Антон, вот на прошлой неделе вот мы во время как раз слета общественных советов, да, разговаривали вот по этому. Товарищи дорогие, мы, лично я, да, допустим, как частый, проезжающий в 16-й квартал, я не вижу логики. Вот это самое, наверное, страшное, когда нет логики в действиях власти. Когда перекрывается Жорницкого наглухо. Когда перекрывается, вернее, не перекрывается, снимается асфальт. Участок Петра Алексеева от Стадухина до Родзинского, да? И там вот как раз период дождей творилось, но нечто невообразимое. Ответить можно, да? Давайте тогда сейчас мы посмотрим. Вот логика. Да, поступим следующим образом. Значит, на первую часть вопроса отвечу я, на вторую Валерий Фанасьевич дополнит, касаемо, значит, технологии укладки борьерного камня, того, что соответствует проектно-смертной документации. Значит, что касаемо 16-го квартала, ну, пользуясь случаем, хочу лично извиниться. Извиниться от имени администрации окружной города Якутска за предоставленное неудобство жителям 16-го квартала. Решение о том, что должны быть одновременно перекрыты Жорницкого и Петра Алексеева, было принято еще на основании того, что, ну, давайте просто говорить честно по факту, да? До этого момента в городе Якутске не бывалый объем ремонтных работ, да? То есть и город вообще попал в эту национальную программу в октябре месяц, правильно? В октябре месяц. В ноябре месяц. В ноябре месяц 18-го года. И с 19-го года вот надо было начинать работу. Испешно начали искаться объекты, в которых есть проектно-смертная документация. И, значит... Подпадали. Подпадали. Ни для кого не секрет, в каком состоянии находились улицы Жорницкого и Петра Алексеева в 18-17 предыдущих годах. Объективно по ним велась подготовительная работа в плане подготовки проектной документации про работа проектных, чтобы так или иначе их отремонтировать. Будет это в рамках БК, да не будет. Поэтому в тот момент, когда, значит, формировался пул работ для реализации первостепенных дорог, по которым было больше всего жалоб, Жорницкого и Петра Алексеева были обязательно включены в этот состав. На это были объективные причины. Значит, что касаемо снятого асфальта. Да, для человека, который не вовлечен в процесс ремонтных работ, я абсолютно согласен. Его картина выглядит следующим образом. Вот пришли, значит, ребята, сняли верхний слой асфальта, подняли кучу пыли, оставили грязь, и ничего не происходит. Где асфальт? Я бы, ну, вот эти все, значит, видео с неформальной лексикой, которые ходят по интернету, да, то есть, да, накаляют определенный градус. И для обывателя, который не вовлечен в процесс, это кажется правдой. Ну, что за, извиняюсь за слово, непонятные действия, да, со стороны ремонтников и властей. Значит, по факту, что происходит? По факту улицы Жорницкого по объему выноса сетей, реконструкции того, что под землей находится, ну, это, наверное, очень большой объем, который, если исходить из более опытных коллег, вот, которые, дорожники, с кем мы разговариваем, это сопоставимо с ремонтом на Федора Попова. То есть... Там, где коллектор, газы. То есть здесь по всей протяженности Жорницкого была заменена труба газовая, значит, для того, чтобы заменить, вообще, чтобы понимать, заменить газовую трубу или водопроводную трубу, да, то есть и та, и другая, газовая менялась, водопроводная клалась в футляр, то есть ее надо достать и положить новую, закопать, утрамбовать, дать коэффициент плотности и принять эту работу, да. Для этого что надо? Для этого логично нужно снять верхний слой асфальта, так называемого асфальта. Ну, давайте не будем приукрашивать, говорить то, что на Жорницкого был хороший, его там местами не было вообще, то есть нельзя сказать, что мы пришли и разрушили эту дорогу. Она бы разрушена была уже, в принципе. Просто для того, чтобы сегодня говорить о том, что мы работаем качественно, надо сделать асфальт таким образом, чтобы завтра не надо было его вскрывать. Для этого нужно сделать что? Выносить сетей. Мы сегодня выносим сети таким образом, потому что оставляем футляры пустые, с учетом будущего периода, то есть в будущем надо будет прокладывать трубу газовую, либо водопроводную, мы оставляем футляр, чтобы не ломать там асфальт. Евгений Николаевич, я перебью вот самый, очень на самом деле, только потому что закон, правило, да, когда свежий асфальт, значит скоро будут проводить трубу. Никто не отменял, ну, согласны с этим? Все мы горожане, и все мы над этим видим. Сразу после рекламной паузы мы вернемся, вернемся к обсуждению темы, которая называется «Дорожный ремонт в городе Якутске». Успеем или не успеем? Итак, дорогие друзья, программа «Один из нас». «Один из нас» сегодня интересуется проводимыми ремонтными работами на дорогах города Якутска. У нас сегодня представители окружной администрации, представители общественников, общественных организаций, в первую очередь ООНФ и общественная палата города Якутска. Я тоже являюсь участником общественной палаты города Якутска, поэтому, ну, вполне логично, что этот вопрос, который на прошлой неделе вызвал всеобщее, скажем так, обострение, он сегодня обсуждается. Дмитрий, я хотел бы прокомментировать, вот заместитель мэра сейчас говорит про Жорницкого, там красиво все рассказывает, да, план-график можно выложить просто на Якутскую РФ и так далее. Можно тоже говорить, когда дома ремонт делаете, да, вы либо делаете его быстро, либо там замеряете что-то, хоть и там вокруг, около стен, да, делаете долго, вот если вас просят, вы можете сказать, ну, там, я проект готовлю, еще что-то, да, можно просто снять и сделать, да. При этом, конечно, он умалчивает о том, что Петра Алексеева сняли асфальт. Там был нормальный, более-менее, асфальт, ну, по крайней мере, лучше, чем сейчас. Там асфальта просто нет. И он не говорит о том, что можно было с Пирогова до Редзинского не снимать его. То есть они работают с Семеном Даниловым, там где-то копаются, да, до Редзинского еще не дошли. Там копайтесь, пожалуйста. А этот отрезок, где микрорайон, там, Петра Алексеева, 83, 9, 18, много-много квартирных домов можно было оставить. Это признал на встрече представитель Дори, сказал, что, а, ну да, типа, можно было не снимать. Они сняли в конце июня. При этом я хотел бы еще сказать то, что керны, да, вот вы отметили, что керны снимают, да, не заделывают. Это действительно так. И также Дорис сначала лукавил. Я ему говорю, ну, вы же сняли керны, просто засыпали гравий. Сейчас туда дождь идет, вода туда попадает. Для асфальта это губительно. Он говорит, какие керны? Нет, мы заделывали. Я ему показал фотографию просто в лицо. Он сказал, а, ну, заделываем, говорит. Понимаете, с этими людьми нужно разговаривать только по факту. Они очень сильно лукавят. Много рассказывают, много там, ну, красиво там все объясняют. На самом деле это может быть не так. Ты про кого? Про Дорис или про... Я вообще в целом про всю эту дорожную... Про тех, кто в галстуках сидит. Но при этом, допустим, если говорить конкретно про Петра Алексеева, надо сказать, что работы по капитальному ремонту Петра Алексеева начали еще в прошлом году, когда мы согласовали у ресурсников те работы, которые они должны провести. Если взять конкретно участок, где мы сняли асфальт, то получается возле, фактически, у круговой развязки на пересечении улиц Пирогова, Стодухина и Петра Алексеева весной у нас проводили работы газовики в части выноса своих коммуникаций и подключения здания управления Федеральной службы судебных приставов. Такие же работы у нас проводились по подключению дома Кутузова. Там у нас также были подключения к теплотрассе. То есть говорить о том, что после того, как мы уложили асфальт, завтра приезжает водоканал и скрывает, конечно, чтобы такие моменты не повторялись, мы работаем на опережение. Сейчас синхронизация с ресурсниками идет очень хорошая. И, в принципе, ресурсно-сообщающие организации тоже идут навстречу, и у них есть свои планы, и мы свои планы с ними составляем, и, в принципе, они идут сейчас хорошо. Но при этом, если говорить про последние годы, то получается, в прошлом году мы отремонтировали всего 5 километров. До этого мы отремонтировали 14 километров. В этом году 25,8. И, конечно, население так или иначе чувствует. Если в прошлом году это чувствовали жители промышленного и Гагаринского округов, то, соответственно, в этом году у нас задействовано 6 округов и пригородов. Нет, безусловно. Нет, Чайковского тоже в прошлом году, потому что весь прошлый год стоял в Чайковского. Я поясню про Чайковского и Бестужево-Марлинского. Данные объекты, конечно, у нас очень сложные, очень много выноса. По Чайковскому в этом году мы провели практически 16 врезок сетям газоснабжения. То есть мы идем навстречу, в том числе и населению ресурсникам, в счастье того, что если человек обратился с заявлением о подключении, то газовики уже отрабатывают в оперативном режиме, потому что после того, как мы асфальт уложим, на ней уже сохраняется гарантия за подрядную организацию. То есть скрывать дорожную одежду уже невозможно будет. И данная процедура сейчас уже закреплена на уровне городской думы. То есть если будет отремонтирована дорога в течение гарантийного срока, там земляные работы не проводятся открытым способом. То есть скрывать не будут, только горизонтальным бурением, если это возможно. Ну и в случае аварийно-восстановительных работ. Где-то я это слышал, вот горизонтальный туннельный проход там и так далее. Валерий Афанасьевич, а вот там гарантия сейчас 3 года, да? В общем, сейчас законодатель решил таким образом, что на отдельные виды работы у нас отдельные гарантийные сроки. То есть на подсилающий слой на подушку 8 лет, на дорожную одежду 6 лет, на элементы благоустройства, начиная от дорожных знаков до бордюрного каньева, там тоже разные сроки. И законодатель, в принципе, все эти моменты отразил в тех условиях, которые мы выдаем при подписании контракта. 6 лет на сам асфальт, да? На 6 лет на сам асфальт и на дорожную одежду, то есть под асфальтом получается там 8. А там кто этот подрядчик-то на Чайковском? В Чайковском у нас подрядчиком выступает Сахат Расстрой, и сейчас получается вот 12 врезок газа они провели за 3 дня, то есть 4 врезка в день они сейчас проводили. Могут же, когда хотят, да? Просто в последнее время складывается ощущение, что какая-то тенденция, вот автодорожную сделали, ближе к Билморту и так далее, она же просела. То есть там новая дорога, и ты ездишь там как на корабле по волнам, да? На Чайковского я тоже прокатился, ну там. Стыки тоже. Там тоже есть такие, не стыки, а там просто есть провалы, и как бы... Она же вроде как только строится. Товарищи, вот вы назвали себя в галстуках, но все-таки должность обязываю. Я просто транслирую отношения бизнеса, которые... Отдельных представителей бизнеса, которые расположены на тех улицах, которые подвергнут ремонту. Говорите прямо Жерницкого или Чайковского, да? Чайковского, ладно. Вот Чайковского более конкретно, да? Там люди призывают до того, что в рекламах пишут, пройдите пешком. Там 400 метров, вас типа там это. В рекламах. Но при этом... Зато потом... Потом вот эти бизнесмены, да? Должны думать не только о сегодняшнем, но и завтра. Допустим, если взять улицу Чайковского, в том состоянии, в котором она была, у них, я не думаю, что пассажира и транспортный поток был такой большой, который после ремонта. У нас такая же ситуация была по Дежневу. Когда мы ремонтировали Дежневу, все предприниматели были против того, чтобы... Из-за бордюра. Из-за бордюра. Начиная от бордюра, заканчивая тем, что мы закрываем. Ну и, конечно, они понесли убытки, но при этом эти убытки они сейчас отбили. За последние, я вот уверен, что они отбили. После того, как от ремонтируем, интенсивное движение повысилось раз, пассажиропоток увеличился в два. Соответственно, клиентура увеличилась. Я тут как бы не согласен с вами по поводу взаимодействия, очень хорошее взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, там, Сахатранс, там, вот по этим выноскам, да? Значит, неужели вы считаете, что каким-то образом, значит, очень хорошо синхронизировано ведутся работы и с ними? По публикациям средств массовой информации получается, что это далеко не так. Это первое. Второе. По публикациям отслеживается то, что не учли при проектировании много чего. Ну, например, пучинистость. Как оно повлияло на стоимость работы? И третье. На самом деле этот разговор, скажем так, состоит из двух взаимоисключающих факторов. Евгений Николаевич правильно сказал. О том, что вот эти вот работы, они небывалый масштаб имеют, значит, в истории деятельности нашей администрации, окружной администрации, значит. И к этому приковано основное внимание населения. И на самом деле, по, значит, опыту своей, да, вот могу сказать, что вот это вот дорожное, вот это строительство этим летом, да, это самое то, что можно предъявить новой администрации населению. Но пока, пока, значит, у нас уже какие-то эти, значит, сомнения, у нас эти какие-то эмоции прихлёстывают, которые уже выливаются с средствами массовой информации, с задержкой работы, с какими-то противоречиями там и так далее. Ну, и вот в связи с этим вопрос, да, значит, неужели это не учитывались при проектировании? Кто этот проектант? Фамилия и имя отчества, который вот это вот пропустил в ученистость там и так далее. И второй фактор, это то, что наш разговор вообще, да, вот это носит несколько тревожащий, просто тревожащий характер, да, вот. На самом деле, мы можем конкретно говорить уже после 31 октября, когда работы все должны быть закончены. 31 декабря, это когда будет зима у нас полностью. А, октября, да, вот у нас зима, это у нас зима на самом деле, да, вот. Вот неужели зиму, да, снег опять мы запланировали, вот этот вот укладку асфальта? Давайте я отвечу на этот вопрос. Давайте, да. Ну, с вашего разрешения, давайте мы, значит, отвечу вот таким образом. Сначала я отвечу, Алексей Владимирович, на два ваших вопроса, а потом мы всё же предоставим слово Валерию Афанасьевичу, он закончит вопрос Антона, который был касаемо бордюрного камня на 203 микрорайоне. Вроде как камень в наш огород прилетел, а мы его, ну, как бы захлебнулись. Нет, не так. То есть, значит... Ответка ездит. Конечно, в любом. Значит, что касаемо ваших вопросов. Взаимосвязь с ресурсоснабжающими организациями. Говорить, что связи нет, я бы не стал так говорить, потому что только по примеру улицы Жирановского можно очень сильно поблагодарить Сахатранс, Нефтегаз за то, что они за свой счёт, за счёт своей инвест-программы заменили трубу. Те, которые пишут, те, которые оправдываются, те, которые говорят в этом оправдательном режиме, вот они апеллируют именно к этому, да? Вот у нас согласование с этими ресурсоснабжающими организациями проходило там очень трудно, долго. Теперь, смотрите, давайте смотреть в контексте того, что есть сегодня, да? В рамках дорожных работ мы проводим врезки. Врезки, значит, сетям газоснабжения, водоснабжения и, значит, электроснабжения у нас. Опоры меняются, кабели, которые лежат под землёй. Все мы должны прекрасно понимать, что строительный сезон в Якутии очень короткий. У всех, в том числе у ресурсоснабжающих организаций, сейчас горячий сезон. Оттайка только произошла. Да, и понимать то, что вот у всех ресурсы ограничены, да? Мы живём в условиях реальности, в условиях рыночной экономики. И как бы нам не хотелось, тысячу человек завтра на наши объекты тот же Сахатранснефтегаз загнать не сможет. Но он и так работает в меру всех своих возможностей. Строительное монтажное управление, управление газораспределительных сетей Сахатранснефтегаз, мы с ними работаем. Ближе некуда, да? Мы чуть ли не у них в офисе или не они у нас в администрации сидят. И вот с тем уклоном, как мы работаем на самом деле, да, я бы не говорил, что мы не работаем в плотном контакте. У нас раз в неделю проходит расширенный штаб по ремонту дорожной сети, ну так называемый проектный офис, скажем. В нем всегда есть представители ресурсоснабжающих организаций, на которых мы решаем наши технические проблемы. Значит, это ответ на первый вопрос. По второму вопросу, по чинничество. По технологии, значит, ремонтной работой изначально проводится изыскание грунта, изыскание той местности, где будет проложена проектируемая дорога. Она идет с определенным интервалом, расстоянием. На основании нее делается заключение того, какой грунт и как будет устроено дорожное полотно. Проектируется дорога и, значит, приступаем к строительно-монтажным работам. Вскрывается, значит, верхний слой, дорожное полотно и обнаруживается оттайка, так называемая пучина. О том, что будет она там, это пучиниться или нет, ну, на самом деле, это очень тяжело спрогнозировать, вне зависимости от качества проектировщика. Качество инженерных изысканий должно говорить именно надо. Давайте сразу бордюрный камень, мы в следующем раунде нашей встречи, нашей дружеской встречи с представителями гружной администрации. Реклама прямо сейчас. На самом деле мы говорим очень конструктивно, очень, еще раз говорю, в дружеском режиме проходит наша встреча с представителями окружной администрации, которая является основными заказчиками проводимых очень масштабных дорожных работ. Антон Анатольевич привел пример, если, вернее, Евгений Николаевич сказал, в прошлом году всего там 7 километров, да, или 5 километров? А в этом году 25 километров. В этом году 25. То есть в пятикратном объеме увеличивается. Соответственно, большее количество населения вовлечено в эти процессы. Они перепрыгают через лужи, там проезжают, объезжают. Они страдают. Они страдают. Ну и денег больше выделяют. По бордюрам. В этом году, получается, выделили 500 миллионов с местного бюджета, 500 миллионов с республиканского, 496 миллионов с федерального бюджета. Должны круглые сутки работать. Да, получается, вот как раз круглые сутки работ у нас подрядчики. Вот, допустим, по Хатюмирагскому шоссе у нас подрядчик Су-5 Павлодорис работают круглые сутки. И к вопросу про бордюрный камень по методике укладки. Получается, перед тем, как укладывать бордюрный камень, проводится так или иначе работа по замене грунта, по подвозу материалов, инертных материалов. И все это происходит с участием специалистов технического надзора, которые являются ответственными лицами от заказчика, и они видят, как эти работы проводятся. По применению материалов, конечно, мы смотрим от проектного метода документации и от местности, где эти работы проводятся. То есть нельзя сравнивать объекты 202-го микрорайона, где грунты у нас набывные, и пучинистые места вот на том же Хатюмирагском шоссе. То есть перед укладкой бордюра все равно проводится изыскание, и на основании этих изысканий мы проводим эти работы. То есть перед тем, как укладывать бордюрный камень, у нас проводится работа по уплотнению грунта. То есть без утрамбованного грунта, конечно, никакой бордюр там даже стоять не будет. И вот... Ну вот на Красильниково там между ними можно, не знаю, пролезть. Между бордюром и землей он висит на воздухе. К примеру улицы Красильниково. Там также грунт уплотнен. Если бы бордюры положили... Бордюр довольно-таки тяжелая штука. И в принципе, если бы положили на неуплотненный грунт, там бы грунт сразу провалился. Ну, на самом деле, претензии основные, да, это, наверное, значит, Антон, наверное, со мной согласится, это то, что организация работ, организация работ, да, вот, желает оставлять лучшего. Я бы здесь не согласился. Хорошо, если не согласился. Вообще не стоит политизировать ситуацию, да? Коллеги, еще раз повторяю. Но тогда, если рабочих там нету, да, вот, какие работы там проводят? Трехуровневый бюджет. Хорошо. Соответственно, трехуровневый контроль. О чем говорила Сардан Алдиверина в ноябре, когда мы вступили в нацпроект, трехуровневый контроль. Это контроль населения, лабораторный контроль и контроль заказчика. Как жители города, да, мы хотим увидеть очень четко, да, отремонтированные, хорошо отремонтированные дороги. А то, что трехуровневый какой-то, да, вот, какие-то бюджеты там и так далее, это уже второй вопрос для нас. Сегодня какое число? Сегодня 22-е. 22-е, да, август. Время еще есть. День Российского флага. Да, с праздником вас, смотрите, значит... День российского флага, да. Ситуация следующая. Цыплят по осени считают. Абсолютно. Сейчас сидеть, говорить то, что у вас все, значит, организация плохая. Ну, я тоже могу много чего говорить, да, давайте... Так что, Дмитрий, встретимся 51 октября. Да, по факту давайте... Кто-то будет белый. У нас 19 объектов в рамках национального проекта безопасных качествами дороги на территории окружного городского округа города Якутска. По всем 19 объектам определены четкие календарные графики, в которых асфальтирование определено крайней датой конец сентября месяца. После сентября месяца у нас в календарных графиках нет асфальтирования. До конца сентября месяца температурный режим в городе Якутске позволяет класть асфальт в дневное время суток. Основная масса асфальта по существующим графикам будет завершена до середины сентября. Конечно, сейчас, сидя здесь, я на вашем месте, если бы вы сидели здесь, я бы, наверное, тоже говорил, ребят, что-то, ну, не видно результата. Да? Ну, я вот... Хорошо, тогда у меня второй вопрос. Вернее, даже третий, да? Значит, вопрос такой. Евгений Николаевич, когда аукционы были проведены в основной своей массе, вот когда, вот дата? Почему такая задержка проведена? Почему такая задержка? Сразу поясню. Да. Получается, то, что город Якутска, городская агломерация войдет в реализацию нацпроекта «Безопасные качества автомобильной дороги», стало ясно только в ноябре 2018 года, и, соответственно, вся проектная смертная документация была направлена в государственную экспертизу. То есть, без получения положительного заключения госэкспертизы мы эти работы проводить не... невозможно эти работы проводить. Не получили как-то? Не получается. И, соответственно, конкурсные процедуры у нас начались как раз-таки в феврале месяце, и первые конкурсы, аукционы прошли в зимнее время. Март где-то, да? Нет, я пояснил в февраль. В зимнее? В феврале, это не март. Отлично. И потом, начиная с марта, веерным типом мы по готовности документации объявляли аукционные конкурсы. Подрядчики определялись, и, в принципе, общая картина у нас была ясна в июне месяце. То есть, Росавтодорф, федеральное дорожное агентство, поставило на задачу до 27 мая отконтрактовать все объекты. Соответственно, это была конечная дата, от которой мы исходили. То есть, после 27 мая должны были начаться работы? Но при этом, это не означает то, что после того, как мы подписали контракт, завтра дорожники выходят и сразу начинают классы асфальт. Все равно после подписания контракта, они должны получить ордер на земляные работы. Это все равно бумажная работа, которая необходима. Разрешение на строительство. Ордер на земляные работы. Согласование. Он так и говорит, то есть, он спрашивает, что так медленно. Он говорит, ну, конкурс 15 июня мы взяли, а реально начали работать. 15 июня. Июня. Подписали контракт. Да, но начали работать 15 июля. Чтобы не говорили, что 15 июля, это середина лета. Те, кто в галстуке лукавят, давайте тоже, ну, мы не будем говорить. Я тоже в галстуке гей. Да, ну, лукавите вместе с нами, как они утверждают, а не по факту. Значит, ситуация следующая. По конкурсам 19 объектов, которые объявлены, были распределены на 7 лотов. Правильно? 9 лотов. Ну, значит, в этих лотах были и есть, значит, моменты, когда мы выпали из того графика, который был реально поставлен. О, хорошо. Это было такое, да? Выпали. Здесь, смотрите, нужно понимать то, что мы, значит, задержались с одним аукционом. Это микрорайон Северный, там грунтовая дорога. Грунтовая, там можно отцепать. В плане того, что вот вы опоздали и все кончено, нет, такого нету, потому что там дорога без асфальта, там грунтовая дорога, она позволяет, не привязана так сильно к температурному режиму окружающей среды. Все те контракты, которые представляли собой те или иные рисковые события в плане укладки асфальта, они были отторгованы в рамках допустимого времени и на работы, значит, подрядчики вышли в рамках тех временных ограничений, которые есть сегодня. Евгений Николаевич, значит, а в рамках допустимого времени это очень хорошо звучит, но лето-то у нас короткое, но самое дорогое время, да, вот, оно начинается с первого июня, да, вот. И давайте организуйте работы, да, вот с первого июня. Давай вот этот вот, вот этот момент, все, представители окружной администрации признали, что в некоторых моментах были отставания по аукционам. Я бы хотел предметно, да, то есть нам же, мы же здесь спорим не то, чтобы спорить, да, нужно же какие-то итоги, да, подводить и как-то думать о том, как в будущем нам поступать. Сказали же, 15-го сентября посчитают. Ага, да, да, да. Пояс не считает, это правильно абсолютно, да, но также можно некоторым подрядчикам сказать, там, бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, да, когда человек берет три больших улицы и делает одну активно, а другие неактивно, это, ну, как бы, то есть, ну, ладно, не будем обманяться. Я опять-таки говорю о том, что, наверное, в следующий год, ну, мы же идем же дальше, да, БКАД, там, так далее, да, наверное, стоит отторговаться чуть пораньше, да, Олег значит, как думать. Ну, да, мы как раз-таки изучаем этот вопрос в части того, чтобы у нас бюджет у нас на трехлетний, соответственно, если проект на сметную документацию у нас пройдет государственную экспертизу, соответственно, мы можем конкурсы и аукционы проводить уже осенью. Вот, к проектам, да, вот, допустим, на Хатанряхе водоотводной, вот это, на самом деле, больше якутско, да, водоотведение, но которое там, как бы, по сути, не работает, да, опять мы видим эти огромные бордюры и лоток без крышки, как такой проект вообще мог пройти, экспертиза? Ну, нет, смотрите, здесь... Он забивает, да. Нет, тут... Качество? Согласно, значит, существующим нормативам с НИПом, да, лоток огражден ограждением от дорожной части, поэтому в этой логике он проходит все те... То есть, вода где-то скапливается и потом там вниз уходит в этот лоток, да? Да. Через этот... Значит, другой вопрос в том, что по факту, исходя из той, значит, ситуации дорожной и того уровня, который есть сейчас, сегодня, да, реальности, мы понимаем, что это может вызвать вопросы в плане безопасности, да, поэтому нами принято решение, что мы эти лотки закроем. Конечно. Конечно. Ага. Нет, я к чему, я вот с самого начала хочу. Антон, ты же помнишь, когда первый год приходил Дориус, да, Валерий Федорович тоже помнит. Они, ну, фактически не перекрывая движение, ну, делали Чернышевского, делали, да, делали Ярославского. Да, это другой вопрос, который тоже... Нет, почему мы не видим такой же культуры работы в этом году? Я думаю, это обязательно будет, потому что мы когда совещались, вот, Валерий Федорович не даст соврать, да, вот сидели представители этих подрядчиков, они сказали, что да, действительно, мы как бы, ну, все закрыли, но будущее мы можем как бы поэтапно делать. То есть этот вопрос как бы уже, можно сказать, решен. Смотрите, вот, если взять пример Дориса, который вы сейчас приводите в предыдущие годы, у них, получается, контракт был на три года, и, соответственно, они были закреплены деньгами, и они работу могли начать подготовительно уже в феврале, в январе, но в этом году у нас ситуация немного другая. Вот контракт у нас на один год, то есть они не переходящие, и, соответственно, подрядчики должны успеть. А опыт работы? Опыт при аукционной документации, обязательно мы смотрим наличие опыта работы, наличие техники. Опыт организации работ, когда, значит, там можно приезжать на автобусах, можно пропускать пешеходов. Вот смотрите, вот население всегда говорится о том, что вот когда проводите ремонт дорог, вы всегда закрываете дороги. Одно другому противоречит, мне кажется. Не всегда. Все мы видели пример, когда проезжая, к примеру, по автодорожным, мы видели шоу, технологии, современные технологии укладки дорог. Дмитрий, теперь автодорожную, где мы увеличили до четырех полос, сравните, и Жорницкого, где две полосы и сисленные условия. Я так думаю, что здесь физически невозможно было организовать движение таким образом, что две машины разъезжались бы по улице Жорницкого. По Петра Алексеева такая же ситуация. По 202 микрорайону сейчас проезжает спокойная машина по сторону Моллана, но там есть замечание от населения в честь игры и деливания. Да, 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 вот просто простая просьба от жителей, да, это не только 203, Саврона Моллана, Ларионова, там, Петра Алексеева. Ну, можно же грейдером пройтись. Ну, блин, это же не сложно. Нет, а с другой стороны, можно и перекрыть дорогу, она официально закрыта. Нет, ну можно и так, да, можно вообще закрыть везде все. Мы не закрыли дорогу, скажите нам спасибо, да? Тут нужно, нет, не спасибо, тут нужно понимать, что по технике безопасности вообще там идут работы. Там работы не идут. Как не идут? Ну, Валерий Александрович знает же, вот с Петра заканчивается, начинается проспект, Саврона Моллана начинается. Какие работы там идут? Идут, идут. Там делают лоток, лоток делают, но его делают подальше, все проезжают. Бордюрный камень и лоток. Там, в принципе-то, и должны везти сейчас только двигатели. Ну, именно на этом проезде, когда все поворачиваются, Наши подрядчики жалуются на что в первую очередь? То, что после того, как мы ограничиваем движение, движение все равно есть. И те бордюры, которые они приводят, все равно так или иначе приходят негодность из-за того, что у нас нерадимые водители, которые нарушают правила дорожного движения. Слушай, ну ты дома ремонт делал бы. Ты же комнату закрываешь. Я вынужден просто объявить рекламную паузу в 4-м завершающем блоке. Я не перекрываю. Реклама прямо сейчас. Мы даже во время рекламных пауз ведем… Горящие споры, да. Да, ну не споры, а еще раз обсуждаем. Вот, к примеру, обсудили то, что вот где распарус, жилой комплекс расположен, там по идее должна была быть кольцевая, скажем так, конечная автобуса, да, и выход на улицу Чернышевского. Но Валерий Фанасьевич очень доходчиво сказал, что там дамба какая-то может быть. Ну, соответственно, в действительности по документации там у нас гидротехническое сооружение в виде дамбы. Но при этом мы сейчас заложили денежные средства на разработку проектно-симентарной документации, и ось дороги будет биться с улицей Ярославского, что позволит организовать там полноценный перекресток. В том виде, в котором он сейчас, он выходит фактически на четырехполосную Чернышевского, и водители нарушают требования. То есть вот это будет смещено? Да, но при этом это будет очень дорогостоящий проект, а в части того, что там надо будет снести часть гаражного кооператива и перенести тепловой пункт якутских теплосетей. Ну и, соответственно, для удобства горожан такое решение будет принято, хотя бы в проектно-симентарной документации эти моменты будут участины. Что касается разворотной площадки возле паруса, соответственно, мы когда работали именно в части населения по доступности общественного транспорта, конечно, мы заложили туда разворотную площадку и фактически конечную остановку. Но при этом автобусы, решение по конечной остановке не принято, то там будут автобусы фактически разворачиваться и выходить на Сурона Малана, который остается четырехполосной. Ларионова будет двухполосной. И одним из новшеств данных дорог будет наличие в нем велосипедных дорожек. Это первые велосипедные дорожки, которые появятся на вечной мерзлоте, во-первых. И во-вторых, соответственно, это заложенные в проекте. И они будут в этом году реализованы. Нет, на самом деле, давайте мы немножко выйдем вот за примеры конкретики. Все-таки мы принимаем довод Евгения Николаевича тоже. Давайте немножко подождем и вот эти яйцебития, неизвестно, где находящиеся яиц, перенесем на более немножко. Не будут они управляться в графике? Я понимаю, что дорожное строительство это будет таким большим экзаменом для нашей новой администрации города. Вот окружная администрация. Причем с таким размахом проводимое. С таким размахом проводить. Поэтому, значит, мы вас поддерживаем. Ребята, давайте работайте, да, вот, значит, чтобы все вот это, да, вовремя все закончить. Я справедливости ради замечу, что Валерий Фанасьевич работал и в прежней администрации, и в новой администрации. Так что преемственность, скажем так, подхода к дорожному ремонту. Это говорит о том, что профессионалы, они как бы не меняются. Да, они востребованы, востребованы в любом случае. Все, хватит его хули. Давайте мы все-таки еще рассмотрим другие. Я в прежние годы задавал Игорю Германовичу, да, Никифорову, то есть который в вашей же должности, скажем так, работал. Который уже здесь не живет давно и забыл. Да, который, нет, но факт то, что было это энное количество лет, а почему вот, допустим, при дорожном, он заведовал тогда дорожным ремонтом, почему вот особо пучинистые и так далее участки дорог, ну, к примеру, как на Хатын-Уряхе, как на автодорожной и так далее, почему не делать висячие дороги? Давайте мы вспомним, я извиняюсь, какой-то фюрер там в 33-м году закатал в Суальполь Германии, понимая, что там не долина Сайцары, понимая, что там нет пучин. Да, но почему там ездят до сих пор машины? А нельзя ли подвесить дороги на сваях, неизвестно, на эстакадах, на чем угодно? По некоторым расчетам? По некоторым точкам. Это очень болевые точки, то есть где вот сложные гидроучастки, да, скажем так, где точно будет пучить каждую, потому что у нас асфальт в городе, он водорастворимый, товарищ. Так, ну смотрите, значит, что касаемо свайных опор, которые вы говорите, да, висящие, да? Да, то есть дороги, которые, ну, отходят от поверхности земли и опираются на вечную мерзлоту, тем самым, да, наверное, идея такова, которую вы хотите сказать. Значит, тогда нужно немножко заглянуть вперед. У нас, сегодня мы занимаемся, значит, сведением проектно-сметной документации 2020 года, значит, к тому, чтобы, опять же, учесть вот ошибки и те уроки, которые нам дал 2019 год, в плане того, чтобы пораньше отторговаться, то, что говорит Валерий Фанасьевич. У нас сейчас трехлетние лимиты, правильно? Определены, то есть, у нас мы можем отторговаться рано. Лимиты федерального бюджета, значит, вот вчера буквально участвовали в ВКС с Министерством транспорта Российской Федерации, это возвращаясь к тому, что нас контролирует не только республика, но и федерация, да, то есть тут, как бы, в плане того, что вот не того качества или что-то, но не так работаете, все, все наши графики интересуют не только наших горожан, но и... Да еще и Москву интересуют наши графики. Но самое главное, это мы, горожане, должны быть заинтересованы и контролировать это. Я на главного и не главного не делил тут. Вопрос, значит, в том, что касаемо использования технологий, которые позволят делать знак. У нас очень интересный проект на будущее, это, значит, продолжение Петра Алексеева до окружного шоссе. Мы будем пробивать дорогу и, значит, при строительстве этой дороги, очевидным и таким вот одним из вариантов, инженерным решением существующей ситуации, там, болото, так называемые виадуки. Вот то, о чем говорите вы. Посмотрим, как это себя покажет. Значит, мы при проектировании будем склоняться к этому методу. Посмотрим, что скажут инженера. Посмотрим, как это будет в стоимости выглядеть. Если это реально будет работать, то почему нет? Один раз, скажем так, потратившись, на большую сумму получить гарантированно. Бетон и есть бетон, скажем, пусть он висит в воздух. А ради эксперимента нельзя какую-то небольшую улицу или переулок торговать какой-нибудь зарубежной компанией? Канадской, там, какой-нибудь, там, или из США, там, которые в Аляске кладут, чтобы, как бы, проверить, какая дорога будет дольше держаться. А ради эксперимента? Ну, может быть, у кого-то есть представительство в России, там, что смогут зайти в конкурс или еще что-то. Я сейчас не готов на этот вопрос ответить. По применению новых технологий скажу то, что мы сейчас заложили проектно-сосметную документацию объектов следующего года. Это метод стабилизации грунтов, так называемый «Ресайклинг», который активно применяется на территории республики Саха-Якутия и, в принципе, себя с положительностью... Алисайклинг, в общем, плохие отклики были, где вот Колыма? Да, ну, в Колыме там подрядная организация немного сэкономила и, соответственно, получили то качество, которое они хотели, но при этом те работы, которые проводятся на федеральной дороге Вилюй и на дороге у нас показали то, что это, в принципе, очень пригодный метод для применения, в том числе и внутри города. Но это не означает то, что весь город у нас будет решение будет принято везде применять «Ресайклинг». Мы будем сначала пробовать на дорогах, где у нас пригороды и, соответственно, посмотрим, как себя поведет данный метод на территории города Якутия. Я проапеллирую к недавнему прошлому Евгению Николаевичу, когда Евгений Николаевич все-таки имел непосредственно отношение к инновациям подобного рода. Все-таки плитный подход, почему он отбрасывается напрочь или он не отбрасывается? То есть мы видим пример работающих плит напряжений, которые лежали на автостраде, на портовской дороге до недавнего времени и до сих пор, по-моему, лежат. И те плиты, которые, скажем так, дорожные плиты с готовыми коммуникациями, те вещи, которые тоже можно отнести к новым технологиям. Да, надо над этим думать, рассматривать варианты. Сейчас вот я не готов сказать, что мы не будем их применять или почему мы их не применяем. Тут нужно учитывать то, что дорожное строительство, оно, в принципе, очень сильно императивно регламентировано существующими стандартами, ГОСТами. Поэтому, исходя из этого, сказать, почему здесь не плиты, а асфальт, ну, это, во-первых... Ну, известно, давайте проявите какую-то смелость, какую-то решительность. Смелость уже проявили наши, так сказать, друзья из ГРЭС-2, которые проложили технологическую дорогу до ГРЭС-2 из плит. Ну, я вам скажу то, что там не такая высокая интенсивность, как в городе, и он себя пока не показал, как надо. Если смотреть реальный пример, то это улица авиаторов, которая находится в строительном округе, в промышленном округе. Авиационные или авиаторов? Авиаторов. Да, вот возле улицы Труда, радиальной, которая лежит. И там ситуация немного плачевная, потому что энергозатраты на ремонт, текущий ремонт бетонных плит, они намного сложнее, чем отремонтировать асфальтовое покрытие. Да, это абсолютно такой вот вопрос, он полярный, то есть там нельзя сказать, что плиты получше, все будет хорошо. Смотрите, в ЗАЭС микрорайон Прометей, там тоже залили бетон, еще он там... Они каждый раз его там... Не, ну участок еще раз, улица автодорожная, он максимально сложный. Вот автодорожная, кстати... Дмитрий, я с вами согласен в том, что, значит, нужно применять и не только, значит, за что они думают, да, смотреть шире, смотреть практику применения зарубежных стран, значит, смотреть ту же Канаду, ту же северную часть Америки, значит, смотреть опыт Исполинов, Советский Союз, тоже самые вот эти плиты, которые были положены и лежат. Ну, к этому нужно, значит, привлекать научно-технический совет, привлекать, значит, студентов, привлекать инженеров, привлекать ученых, вместе, значит, выходить на дискуссионные площадки, разговаривать, думать. Вот вопрос, да, автодорожная. Очень коротко, у нас буквально... Инновационный подход был такой, то, что есть карман для остановки автобусной, есть бордюр, который преграждает туда подвес. Это что за инновация? Получается, в проектно-сметную документацию реконструкции улицы автодорожной, да, на автобусные остановки не вошли, и, соответственно, они появились позже в рамках реализации муниципальной программы, и данные недоработки будут устранены. Но бордюр мы снимем, здесь заасфальтируем эти карманы, и, соответственно, автобусы будут полноценно уже заезжать. Просто при мне там люди в грязь наступают. Да, основная преамбула нашего сегодняшнего телевизионной курилки, да, я так называю, это формат телевизионной курилки, с одной стороны представители ООНФ, общественный палат, и с другой стороны представители основного заказчика проводимых масштабных работ, 25 километров. Это все-таки было заложено еще в предыдущие годы, да, и, скажем так, новое руководство у города осенью получило вот такой подарок, да. Но данная работа проводилась не только Сардана Владимировна, большая работа была проведена и Сан Сергеевича Николаевна в части того, что городскую агломерацию город Якутск приняли именно в нацпроект, а Сардана Владимировна подхватила эту идею и воплотила в жизнь. Мы еще раз, Евгений Николаевич, заместитель главы окружной администрации по развитию территории, сказал, давайте посчитаем цыплят по осени, потерпим еще немножко, никаких укладок асфальт в снег не предвидится, по крайней мере по тем графикам, которые заложены. К середине сентября основная часть асфальта должна быть уложена наши новые красивые и, надеюсь, безопасные дороги. И еще раз, мы как качественные, да, мы как представители общественности вот клянемся, что будем неусыпно бдить за ходом выполнения вот этих очень важных, значимых для всех. Все мы автомобилисты, все мы родители работ. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова